Здравствуйте! Меня зовут Александр Гущин от программы «На Барсе». В гостях у нас интересный человек – актёр Роман Вичужанин. Добрый день! Добрый день! Не мог не позвать человека с такой фамилией. Роман Вичужанин. Александр Родниковский. Ром, ты актёр этой профессии. Люди посвящают жизнь, что мы видим на твоём примере. Расскажи, как у тебя началось всё вот это? Сам я из небольшого города, город Вичуга. Моя фамилия очень созвучна этому городу. До седьмого класса, когда я учился в школе, не было для меня понятия театр. Я видел театр только какой-нибудь детский, кукольный, такой вот петрушечный. Но получилось так, что в седьмом классе я попал в центр детского творчества и там увидел театральную студию. Причём я не знал ещё специфику, особенности. Я просто пришёл, были диваны, были какие-то красивые костюмы, было как-то так тепло, уютно. И я думаю, хочу попробовать здесь остаться, в этом месте. И начал творить. Были какие-то небольшие роли, потом были такие серьёзные даже какие-то. Ну, мы в основном ставили спектакли, детские сказки, мероприятия, конкурсы, фестивали. Но уже вот тогда, вот это школьное годы, да? Да, да. Ты уже тогда влюбился вот в этот театральный адреналин, как это назвать? Вот это постоянное волнение. Да, мне это очень нравилось, но я не задумывался никогда о профессиональной деятельности. Никогда не задумывался. Я мечтал быть истолером, юристом, историком. У меня были другие направления. Журналистом даже думал об этом. Но однажды в одиннадцатом классе я пришёл на спектакль «Народный театр» на Швичевский. «Семейный портрет с посторонним». Я до сих пор запомнил название. Бытовая пьеса, такая советская, но так было сыграно. Я испытал катарсис. Я сижу, у меня такое эмоциональное воздействие. И я прихожу к своему руководителю студии театральной. И говоришь, стойлером я не буду, юристом тоже. Да. Я хочу попробовать себя в этом деле и дальше. Он посмотрел на меня внимательно. Может, всё-таки журналистом? Да, да. Ну, наверное, не стоит. Нет, я хочу, хочу. Ну, ладно, 50% успех – это желание человека. Так, 50% платишь мне, 50% вот сюда, и мы тебя устроим. И как-то началось вот это сближение с театром, потому что я подготовил программу творческую небольшую. Были попытки у меня поступить в Москву. И я поступал. Причём, удивительно так, что… Сразу после школы? После школы. На творческих испытаниях там. Причём поступал сразу в несколько. В Щукинку я прошёл два тура. Ну, а их там, оказывается, три. Их больше. А, их там сюда. Но мне предложили возможность дальше вам идти, но только на платное отделение, актёрское отделение. То есть, ну, это очень большие деньги. Я, конечно, не мог себе позволить ни я, ни, скажем так, родителей в этом смысле. Но, опять же, видно знак свыше. В этом году набирал актёрский курс директор драматического театра Николая Семеновича Максимов при Ивановском училище культуры. Он ещё был училищем культуры. Да, да, на тот момент. И я приехал. Сперва пообщались мы лично с руководителем. Потом прошёл экзамены. Здесь уже раундов было поменьше. Да, здесь был один конкурс. Все пришли, всех отсмотрели. И всех взяли? Нет, брали не всех, потому что в любом случае кому-то порекомендовали не идти. Но, в общем-то, меня оставили. Я, конечно, счастлив. И как-то с этого началось, потому что, начиная с первого курса, нас занимали в спектаклях при театре. И было у нас очень много такой практики хорошей. Ну да, твои коллеги, кстати, которые у нас здесь были, Алексей Втулов, Миша Богданов, они тоже об этом рассказывали, что уже вот ты в процессе, что называется, ты уже в этом адреналине. Все какие-то предметы общеобразовательные мы проходили при колледже нынешнем, а все специальные предметы проходили при театре. Причём у нас были очень замечательные мастера. Это заслуженные народные артисты, мастера своего дела. Мы видим результат. И было, конечно, здорово, здорово, здорово. Это большая работа в плане того, что мы до девяти, до десяти вечера в театре оставались. Этюды, занятия, вокал, сценическая речь, сценическое движение, фехтование. И это было здорово работать с коллегами, даже с коллегами сейчас, ну, уже нынешними, с партнёрами, то есть это однокурсниками. Потом в спектаклях со своими мастерами, со своими учителями. И, наверное, вот это как-то всё, в общем-то, до сих пор я, наверное, вдохновлён этим. Смотри, ты много где учился, действительно, училища культуры. У нас здесь такие гости, частенько бывают, химинститут, потом институт сценических искусств. Вообще очень много. И, может быть, где-то ещё. Я театр изучал с разных сторон. Я понимаю. С точки зрения экономики, с точки зрения культуры. Давайте я подставлю уже. Давай. Отвечай, не раздумывая. Лучшее место, в котором ты учился, из твоих учебных заведений? Они все шикарные. Наверное, всё-таки это первый после школы, потому что я там был с такими глазами. Я был ещё неопытен. Училище культуры. Был неопытен. И в этом смысле мне нравилось окунаться во всё. Слушай, я обожаю свой первый курс. Да. После училища культуры, когда я пришёл сразу же учиться на очное отделение, причём я совмещал работу и учёбу очную, я был чуть постарше своих однокурсников. Мне было легче немножко учиться, с другой стороны, потому что я быстрее какие-то вопросы понимал, быстро ориентировался. Я не боялся, опять же, выходить к доске и как-то обладевать аудиторией. Эспе-богатили, Эргиси, в которой я поступил третье образование, это всё-таки, наверное, вот этот незавершённый мой начальный этап, который я хотел поступить именно в театральный. Всё было как-то оно вокруг, но мне ещё больше повезло, потому что так получилось, что если первое образование я изучал, скажем, мастерство актёра, его ремесло, назовём это, второй этап я изучал такую мировую культуру и историю искусства, и много-много-много, там десятки предметов, преподаватели были очень хорошие. Мои научные руководители как курсовых, так и дипломной работы были руководители учреждений. Татьяна Борисовна Котлова, она ещё будучи была начальником департамента по культуре и искусству. Софья Федосеева, она была директором ОКМЦ и коммерческий директор фестиваля Тарковского. То есть очень много было таких людей, которые именно занимались практикой и изучением театра с точки зрения культуры, с точки зрения экономики, управления, менеджмента и так далее. И это очень здорово, потому что мне, оказывается, это тоже очень понятно, близко, и как-то я так думаю, этим тоже, может быть, будущим я перестрою свою даже как-то профессию. Но театр я не хочу бросать, потому что театр – это не только, скажем, актёры, это же ещё много всего другого. У тебя была насыщенная студенческая жизнь. Как ты сам думаешь, это была больше необходимость каждый раз запрыгивать во всю эту атмосферу, либо это твоя просто внутренняя нужда, энергия? Ну, потребность. Всё-таки потребность? Да, потому что ощущением даже сейчас я чувствую, что уже насытился такими образовательными моментами, но всё равно я стараюсь не бросать это движение. Когда я был студентом, Аргисе, меня пригласили на кафедру истории культурологии в химуниверситет, где я учился. Да, помимо того, что Роман Владимирович много где учился, он ещё и педагог, и ты преподавал в разных местах. Вот в определённый момент это было приглашение всё-таки, да? Это не ты сам почувствовал, что ты уже готов ретранслировать все вот эти свои знания на новое поколение студентов? Я скажу так, мне доверили. Мне доверили, и это действительно очень дорогого стоит, и я старался максимально к этому отнестись ответственно. Мы иногда приходили, скажем, в кабинет учебный, естественно, у нас сразу возникала такая субординация, но выходили из университета, мы становились друзьями, могли вместе там прогуляться, попить кофе. Роман Владимирович превращался в Рома. Да, ну вот такая вот, как это называется, у Хейзинга есть такая работа, когда человек играющий. И в принципе, наверное, в каком-то смысле я прихожу в театр, я сразу становлюсь послушным актёром для режиссёра, актёром для себя. Ну, когда вы покидаете здание, то всё. Ну, выхожу из здания, сразу ориентируюсь, куда я дальше направляюсь и кем мне становиться. Наверное, это каждый человек проживает какие-то такие маленькие роли. И в этом смысле весь мир театра, а люди в нём актёры, наверное, не случайно эта фраза выражается. Да, это очень здорово, потому что, во-первых, ты сам развиваешься, когда ты работаешь с этим. С другой стороны, это всё равно общение. Общение, мне кажется, для актёра очень важно, потому что актёры должны всё время, скажем, быть, ну, скажем, в таком социуме, причём с разными, и со взрослыми, и с молодыми, для того, чтобы что-то в них интересное находить, и даже для себя что-то брать. Потому что актёр – это всё время человек такой наблюдающий. Я тебе по секрету скажу, что я эту программу сделал для этого. От разных людей получит полезную какую-то информацию. Какое-то время, достаточно такой период хороший, лет пять я был преподавателем на кафедре истории культурологии химуниверситета. Правда, и, конечно, я почасовик, я не в основном в штате, потому что основная работа у меня – театр. И театр для меня всегда был номер один. Хотя, конечно, я параллельно учился, ездил на сессии, и где-то ещё успевал какие-то свои халтурки, скажем, поработать. Ну, без этого нельзя, потому что такая всё-таки работа в сфере культуры. Очень много куда приглашают, не хочется отказывать, хочется попробовать и это, и это, и это, и это, и это. Это очень здорово тоже. Так как я всё-таки такой человек, который люблю быть в разных местах, и, скажем, не только в театре, и специальность-то она больше у меня была, точнее, мой предмет был связан с такими больше прикладными действиями. Теорий было немного, а в основном практика. Мы ходили на разные мероприятия, интересные события в городе, а потом это всё анализировали с точки зрения методики культурного проектирования, потому что очень важно взять мероприятие, его разложить на кусочки составные и понять, как этот механизм работает туда-обратно. Тоже вот сейчас подумал, что очень классно, потому что человек, да, из актёрской профессии, достаточно такой жизнерадостный и так далее, плюс ещё и педагог, вот эта связка, что ты пытаешься сделать интересным, даже вот этот процесс образования, который, будем честны, да, зачастую скучноват. Но ты ведь и сейчас занимаешься педагогической деятельностью, насколько я знаю. Вот часовик, вот здесь поминутник, вот здесь вот посекундник. Нет, ну, опять же, вот у нас у актёров бывают периоды, ну, очень такой активной занятости. И бывают периоды, ну, скажем, ты не занят спектаклей, есть такая, в общем-то, пауза, и сидеть дома – это неинтересно. Хочу стать почасовиком. Нет. Есть, 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 сейчас на обед в перерывах между вас. И поэтому всё время так оказывается, что в каком-то месте я принял участие, людям понравилось, мне понравилось, и я как-то задержался надолго. У меня был случай, ещё будучи студентом химуниверситета, я был на втором курсе, и меня мой декан Елена Михайловна Раскатова, доктор исторических наук, говорит, Роман, помоги, пожалуйста, в энергоуниверситет, надо приехать и там с ребятами почитать стихи. Вот надо послушать их, какие-то дать советы, ну и так далее. Вот совсем немножко, вот прям полтора часика я не могу отказать своему декану, потому что я обязан всему-всему, что вот она мне дала. И я приехал в энергоуниверситет, кафедра философии. Так получилось, что я на два года там остался. На два года. Так она. Вот. И это был тоже интересный такой путь, я до сих пор вспоминаю. Мы сели пофилософствовать на 15 минут, а затянулось на два года. Вот так получилось, да, и здорово, потому что через каждую какую-то встречу, знакомство, всё время ты обретаешь новых друзей, интересных каких-то вот, какие-то и самый интересный опыт приобретаешь. И для актёра это очень важно. И, наверное, для меня, как человек, который вот такой вот везде. Да, действительно, ты везде. Вот опять, даже сегодня, даже сейчас, ты же тоже преподаешь где-то. Меня пригласил, опять же, вот очень хороший человек. Пром, подожди минуточку. Да. Вот когда тебя приглашают куда-то, ты иногда хотя бы отказываешь или нет? Нет, конечно, нет, конечно, если в этой теме, в которой мне предлагают поучаствовать, если я не разбираюсь, я стараюсь извиниться и сказать, что возможно когда-нибудь, но не сейчас. Вот, таким образом. Сейчас я отучусь ещё в одном институте, по вашему вопросу. Подождите, дайте мне 4 года. Я попал на 4 года в Ивановский педагогический колледж. Получите образование или в театральную студию? Нет, нет, там у меня организовалась такая тоже творческая группа ребят, я назвал её «Вдохновение», и мы там 4 года творили, делали мероприятия, это было очень интересно. Мы делали там спектакли, проекты делали, концерты делали, юбилей колледжа. Я приходил, занимался с ребятами, и мы за несколько лет очень много всего поставили интересного, такие интересные мероприятия большие. Почему 4 года не больше или не меньше? Как-то так получилось, что я понял, что сейчас всё очень круто, и, наверное, пока надо сделать паузу. Я понял, что я перерос, наверное, какой-то этап, перерос в каком-то смысле. Мне хотелось, чтобы уже была сцена, потому что в педагогическом колледже нет сцены отдельно, и я приходил, занимался в какие-то отрывки, у них нет отдельного актового зала такого. Хотя меня все условия устраивали, и это было очень здорово. И, с другой стороны, наверное, какой-то возникает всегда маленький кризис такой внутренний, когда нужно сделать просто паузу в течение полугода, года, когда нужно просто отдохнуть, что-то себе набрать. К тому же 4 года – это не такой маленький период. Это же ты 4 года учился на актёра, я думаю, да? И как раз столько же времени отдал. Сейчас ты говоришь, что у тебя есть в «Эфтексе» какая-то должность. В 2020 году, в марте месяца, меня приглашает директор… В ЗОМ? Директора Елена Борисовна Калмыкова, директор Центра культуры и отдыха. И вот мы с ней побеседовали, она говорит, что у нас вот уходит тоже педагог театральной студии. Я согласовал этот вопрос с директором театра, с Еленой Владимировной, потому что я всё-таки считал, ну, здесь всегда есть какие-то определённые интересы, ну, что бы ни было, и Елена Владимировна мне порекомендовала, и говорит, всё хорошо будет, давай попробуй. И вот уже третий сезон, я там работаю, и мне кажется, всё очень хорошо, потому что… Третий – это не четвёртый, уходить ты пока не собираешься. Да, всё хорошо, хотя, конечно, в том тоже возникают какие-то, ой, не знаю, как здесь, как там, но это всё бывает, то есть нужно просто иногда отдохнуть и понять, осмыслить, как-то переработать. И мы вот за два года полных театральных сезонов уже поставили несколько спектаклей интересных. Они у спектакля у нас в таком неком репертуаре, потому что периодически, каждый квартал мы ставим спектакль на показ, в школы приглашаем, зрителей, то есть к нам сюда восемь ходят. Родители, да, родители. Да, и здорово вообще, посещение очень хорошее. Детям очень нравится, каждый год у меня маленький добор происходит в театральную студию, поэтому я надеюсь, что сезон тоже будет успешный. Вот, а прошлый год мы уже приняли участие в двух фестивалях таких серьёзных. Славим Россию мы стали лауреатами спектакля «Уроки французского» Валентина Распутин. По страницам чеховских историй мы стали лауреатами всероссийского конкурса «Жар птица». У нас есть хороший спектакль «В мире детства» по стихам Агнии Барто. Сейчас там очень хороший, красивый спектакль «Правдивая история» Федерико Рафинелли написал эту пьесу интересную, питерский драматург, современная пьеса. Надеемся, что премьер выйдет уже в марте месяца этого, ну как бы этого учебного года. Планов много и дальше, а со старшей группой мы сейчас вот уже сделали эскиз к концу прошлого года учебного. В мае, в мае месяце мы показали «Варшавская мелодия» спектакль. И рассчитываем, что к апрелю месяца мы этот спектакль доведем до вот такого уверенного, хорошего как бы показа. И будем показывать уже на гостей города Иваново, и все, кто к нам придет, и мы всех будем приглашать с удовольствием. Ром, ты сам говоришь, что ты везде. Я с этим согласен, потому что, опять же, много тебя где замечал, и чисто случайно. Смотри, вот актеру, да, в относительно небольшом городе, это приходится, да, вот постоянно крутиться, постоянно какие-то вещи. Вот съемки, я знаю, у тебя какие-то были, да, в рекламе, какие-то мероприятия, возможно. Какая самая странная работа, какое странное предложение было, от которого, возможно, ты отказался, или на которое, возможно, согласился. Мы созвонились однажды с одной школой, и, точнее, мне позвонили и сказали, здравствуйте, мы хотим вас пригласить работать к нам в школу. Но они сказали, кем. Да, нам нужен там зауч по воспитательной работе, ну и, конечно же, преподавать русский язык и литературу. Я говорю, ну, вы знаете, зауч по воспитательной работе все-таки это такая профессия, которая требует определенного обучения, потому что это специальные должны быть курсы, там, скажем, управления школьным образованием. С другой стороны, литература и русский язык – это вообще ЕГЭ, это вообще очень ответственно, только педагогическое образование. Ну, вот был такой... Дайте мне 4 года. Да, поэтому я, конечно, извинился, сказал, что я просто в этих вопросах некомпетентен. Как во всем этом актеру, да, и человеку вообще, у которого много профессий, да, как во всем этом не сойти с ума? Или, может быть, мы чего-то не знаем? Подожди, столько занятости вокруг, столько все равно человеческой энергии, разной энергии. Ну, это хорошо, потому что, мне кажется, замечательно, когда ты общаешься с людьми, помимо того, что ты отдаешь, даришь там частичную свою энергию, ты все равно получаешь ее взамен. И это очень здорово. Да, бывают моменты, когда ты приходишь домой и просто садишься, либо засыпаешь прямо сидя на месте. Приходишь домой из Ивановского драматического. Практически так. Но, опять же, говорю, что свою работу я выстраиваю таким образом, и всегда надо акцентирую, когда, если где-то я подрабатываю, что бывают периоды очень плотной занятости в театре. И когда вот такая очень плотная занятость, естественно, я уменьшаю свои часы, свою нагрузку, что происходит в ней, я работаю. Чтобы не сойти с ума окончательно. Да, в этом смысле. Потому что, естественно, нужен текст, нужно слышать режиссера, надо все, так сказать, моменты отрабатывать. Как это прекращается, а такие паузы возникают, естественно, я сразу стараюсь максимально окунуться в то, что у меня либо есть какой-то творческий долг, вот вне, так сказать, стен театра и так далее. Есть время отдохнуть, все нормально. Этого времени хватает, я еще пока чувствую себя молодым, достаточно сильным, вот, и хочется пока, вот, наверное, вот это есть желание жить, жить творчески, вот, попробовать везде. И тут, и здесь, и там. Может быть, через какое-то время я скажу спасибо, стоп, и окунаюсь уже, скажем, в повседневную, в семейную жизнь и так далее. То есть уже вот пока вот в данном случае я живу для себя. Слушай, когда ты скажешь стоп, я больше не буду делать, никто тебе не поверит. Не знаю, мне кажется, я с детства такой был очень увлеченный, разносторонний в каком-то смысле. И понятно дело, что, скажем, кто-то себя чувствует актером больше никем. А мне кажется, что я и могу заниматься, я не знаю, там, каким-то администрированием, и я этим тоже занимаюсь. Даже каким-то основам педагогической деятельности. Но педагогическая деятельность, в основном, конечно, дополнительная система образования. То есть театральные студии в этом направлении, какие-то мастер-классы, которые я пробую, и, в принципе, получается интересно. Вот это здорово. С другой стороны, опять же, возможности познакомиться с людьми, заработать денег, естественно, потому что актеру это тоже очень важно. И как-то всем, чтобы всем было хорошо. Такая вот реалия. Летом я тоже отдыхаю, еду в детский лагерь, потому что я с детства люблю детские лагеря. И воспитатели, и вожатые. У меня был опыт, когда я работал начальником детского лагеря. Но всё-таки... Одновременно причём ты выполняешь все функции. Дети ничего не подозревают, потому что ты в разных образах. В образе директора, как клеишь бороду там. В образе поварихи. Достаточно универсально. Ну, это хорошо, да. Для тебя, смотри, вот как я понимаю сейчас, отдых, классический он существует или нет, или для тебя всё-таки отдых, это просто смена деятельности. Вот, наверное, ближе к этому. Потому что, скажем, мне хватает просто, чтобы набраться энергии в плане того, что просто сон, и это хорошо. Всё, что нужно современному актёру Ивановского драматического театра. Сон, и всё хорошо. И всё хорошо, да. Больше не нужно. А всё остальное всё время как-то я уже так и думаю, сегодня я буду здесь, завтра я буду там, послезавтра здесь. И вот это всё как бы ожидание, подготовка, всё очень здорово. И мне кажется, в этом смысле как раз интересно жить. И у меня тоже были встречи, я его называю для себя такой этап для меня творческий полёт. Потому что я всё время где-то, всё время быстро перемещаюсь с одного места в другое, потом переезжаю обратно и, скажем, опять возвращаюсь. И это вот такой вот этап хороший, интересный, здорово всё. Я люблю свою работу и мне кажется, я умею её делать. Понятное дело, что можно быть гениальным актёром, можно быть хорошим середнячком. Я считаю, что нет маленьких ролей и в этом смысле я любой роли радуюсь. Маленькой роли и средней роли, и большой роли. И помню был случай, когда меня приглашает главный режиссёр и говорит, «Роман, вот, а я не был в этом спектакле занят. Вот нам требуется человек на два выхода. Пожалуйста, извини, сделай». Я говорю, да и конечно, конечно, конечно. Я играю, и это здорово, потому что на самом деле считаю, что в каждой роли можно находить какую-то свою изюминку и получать от этого удовольствие. И я получаю удовольствие от людей, с кем я работаю, от руководства, потому что у нас сегодня, мне кажется, театр просто в каком-то хорошем, в таком вот, в такой форме, начиная, естественно, с команды всей, начиная с актёров, работники, технические цеха, руководство. И здорово, что у нас сегодня очень много фестивалей, гастролей, постановочных процессов. У нас замечательные художественные руководители и интересных, так сказать, очень много спектаклей, которые сегодня ставятся. Мне кажется, пока есть вот это, надо использовать. Возможно, опять же, через несколько лет я для себя сделаю какую-то паузу, постараюсь как бы больше в личную жизнь окунуться. Сейчас я пока вот в таком больше в социуме, поэтому энергии хватает. Ром, у нас есть заключительный вопрос. Да. Ты на него отвечал на самом деле, всю программу, но всё равно я его должен задать. Под взглядом Барса. Ром, ты на данный момент счастливый человек? Да. Если да, то хотя бы немножко. Почему? Потому что у меня очень много друзей, у меня рядом близкие люди, у меня любимая работа. Я, опять же, выстраивая свои как бы какой-то вот, на какой-то ближайший этап своей жизни планы, я их реализую. У меня есть квартира появилась, что тоже недавно я приобрел. У меня есть квартира, у меня есть сон. Да, у меня есть сон. И мне кажется, вот всё получается здорово. Я не знаю, вот я очень счастливый человек. Большое спасибо, что ты пришёл, нашёл время. Это было, я знаю, проблематично. И если будет что рассказать ещё, заходи. Спасибо большое. Будем ждать. На сегодня это всё. У нас в гостях был интересный человек, актёр Роман Вичужанин. Большое спасибо за беседу. Большое спасибо вам. Было интересно. Субтитры сделал DimaTorzok